Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, конечно, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы сегодня в полном составе продолжаем осуществлять свою давнюю-давнюю мечту. Путешествие по Кавказу. И сегодня нас ждет Эль Брус. Надеюсь, погода позволит нам его увидеть. Но посмотрим в этом выпуске. Так что, друзья мои, ставьте лайкосики, пишите комментарии. И погнали в новый шикарный выпуск из России с Кавказа. Кто не посмотрел предыдущий выпуск, обязательно его посмотрите. Там мы проходили границу. И даже не одну, а еще был и интересный рум-тур классного жилья. А сегодняшний выпуск мы начнем с рум-тура этого жилья. Итак, друзья, мы находимся сейчас в Нальчике. Это входная дверь. Здесь наши вещи. Так, здесь, значит, смотрите, вот так вот поворачиваешься. Здесь комната, есть балкон, телевизор. Дети вон кайфуют, лежат на большой кровати. Обогреватель. Здесь вон мирожка ходит, все разносит. Это вторая комната. Здесь стоит диван, на котором дети спали. Здесь гладилка. Здесь такая импровизационная сушилочка. Мы просто на вешалке повесили все, что постирали. Это окна. Ну, куда-то там во двор они выходят. В принципе, не совсем вообще принципиально. Потому что мы здесь на одну ночь. Дальше у нас вот тут вот ванная комната. Здесь действительно ванна. Дети вчера даже ее набирали. И говорят, вау, как здорово. Так, ну тут унитаз, все понятно. Бедешки, там полотенца. Это я. Это Настенка. Марафет на вой. Потому что мы уже уезжаем из этой квартиры. Переночевали и дальше в путь. Стиральная машинка. Все такое вот ратата есть. Раковина там и так далее и так подобное. И это, видимо, был когда-то второй балкон. Из него сделали дополнительную пристройку. Холодильник и так далее. Вот. Эта квартира нам обошлась в 3000 рублей. Это не какие-то 50 долларов, где мы платили в Армении за непонятно, что это нормальная. Хорошая квартира со свежим ремонтом за 3000. Представляете? Вот. В Нальчике. Почти в центре, кстати. И здесь, кстати, очень классная инфраструктура. Здесь сразу же ухожутся подъезда и есть торговый центр. Называется, по-моему, Горный. А квартиру мы эту нашли на нашем любимом сервисе Суточно.ру. Я там в описании оставлю ссылочку на этот сервис, ребятки. Бронируйте выгодно квартиры. Ведь там есть рейтинги, отзывы, расположение. Там, короче, все можно четко посмотреть и выбрать вот такую квартиру по доступной цене. Ну, а мы идем упаковывать машину. Так и не успела у нас досохнуть бельишко. Отправляемся ехать нам 130 километров до Эльбруса. Мы вот уже отвернули в сторону Эльбруса. И что-то как-то грустно. Потому что такая погода мы вряд ли вообще чего увидим на самом деле. Туман. Очень сильный туман. Гор вообще там не видно. И, походу, Эльбрус мы тоже не увидим. Но, ладно, решили прокатиться. Попробуем. Там будет видно. Горы начались, горы начались. Но туман, туман, туман. Прям лежит, видите, как на горе. Да уж. Ну, красота на самом деле началась. Здесь туман придает какой-то свой определенный такой... Как? Шарм. Шарм, да, такой придает. Интересный такой, знаете, так. А что же дальше? А что же выше? Но в любом случае красиво. Это, я так понимаю, начинается сейчас Чигемское ущелье. Если я неправильно говорю, то поправляйте меня. Мы здесь вообще впервые. Прикиньте. Сколько катались. Мы никогда сюда не доезжали. Да, но дорога красивая. Вот это осень, которую мы давно хотели увидеть. Вот это вот разноцветная красота. Это скалы вот эти. Вот там речушечка течет горная. Прям по цвету можно понять, что она леденющая вообще. Во, мы туда вон на машине проехали. Ну, на Ниве. Вон, видите, стоит. Какая полянка для ночевки, да, крутая. Я все-таки очень надеюсь, что нам повезет. Смотрите. Там солнце даже вышло. Я очень надеюсь, что нам повезет. Этот город давно хотел вообще заехать, побывать. Он небольшой, такой неприметный, да, по дороге на Эльбрус. Но, короче, когда идут дожди, сходят сели, там река, вот это что-то, не знаю, как она называется. Короче, такой трындец творится. Но я думаю, что если вы следите за Кавказом, в каких-то пабликах, то вы однозначно видели, что здесь происходит, точнее, что происходит в этой реке, когда сходят сели. Это просто жесть. Вот видите, сейчас течет такой ручеечек прям, а вот когда сели, все это так заполнено. Ну и сам вот город Этернаус. Прикольно. В ущелье прям находится, между скалами. Такая своеобразная здесь архитектура. Вот эта часть города мне очень нравится. Это, наверное, центр. Здесь прям в реке высоченные горы. Вот это люди живут в такой красоте. Вот так вот. Жаль, что облака висят. Вот интересно, насколько там еще они выше. Только посмотрите, какие вершины, какие скалы, рыжие деревья. Так, ну-ка в комментариях напишите, кто не был осенью в этих краях. Ну-ка признавайте. Мне кажется, я только что видел Эльбрус. По-моему, он нам покажется, друзья мои. И это будет очень круто. Ну, вы понимаете, да? Смотрите, там солнце светит. И вот где-то там я видел снежную вершину. Блин, я очень надеюсь, что нам повезет. Кстати, вот эти горы, они очень высокие. Там тоже уже есть снег. Вот вы можете заметить. Надеюсь, вам камера передает эти снежные вершины. Блин, это такая топовая дорога, ребята. Одна из лучших, на которой я когда-либо ездил. Кайф. Где же наш Эльбрусик? Я, видимо, вот это вот видел. Посмотрите, что впереди, ребята. Снежные гигантские горы. Правда, мне кажется, это еще не Эльбрус ни разу. Вот это, конечно, горы открылись. Вообще, вот это там снега. Но это, конечно, не Эльбрус. Потому что Эльбрус, он как бы, получается, за поворотом находится. Вот за вот этими горами справа. Да и до поселка Эльбрус с нами еще 25 километров ехать. Едем мы, значит, я голову поворачиваю. Там такой потрясающий водопад. Я говорю, блин, я хочу туда. Вот это ледники. Офигеть. Вот это тут осень, слушайте. Вообще потрясающе. Как на картинке. Это не передать словами. Сюда нужно ехать срочно, ребята. Срочно собирайте чемоданы и успевайте застать золотую осень. Ха, здесь при Эльбрусе это очень, это очень красиво. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что хочешь сказать? Хочешь сказать добро пожаловать в Эльбрус. Мы заехали в этот поселок, который так и называется Эльбрус. Вот в таком потрясающем ущелье он находится. Краски, я не знаю, мне вообще нет слов на самом деле. Как здесь красиво. Шикарные вот эти вот снежные вершины. Четырехтысячники. Но пока Эльбруса мы не видели. Прекрасная горная река. Здесь очень красиво. Наконец-то мы тут. В какую-то сосновую красоту мы дальше попали. Здесь куча всяких различных бас. Сосенки все. Заехали мы в курортный поселок Терскол. Здесь уходит первая горнолыжка. И мы еще хотим упереться в последнюю канатную дорогу. Но здесь прикольно. Здесь, кстати, самое интересное, что еще все строится и строится. Куча красивых домиков. Все сделано так в стиле барнхаусов. Видите, типа вот. Здесь вот сейчас табличка висела. Так, осторожно, лавина опасная. Да, конечно, ловки снежные. Шапки вообще капец уже в снегу все. Получается, мы сейчас уже находимся на высоте 2300 метров. На минуточку, да, какая-то высока? Ой, ребята, я не знаю, как вам передавать всю эту красоту. Мне кажется, с камерой это сделать вообще невозможно. Вы просто гляньте, какие нафиг там ледники. Это вот туда куда-то первая канатка уходит, как я понял. Здесь вот вторая канатка. Вот она. Туда уходит, видимо, на Эльбрус. Но вот опять-таки, сейчас здесь 16 градусов. И я думаю, что здесь будет наверху там прохладно. У нас у Мирошки, короче, только кроксы. Не знаю, сейчас подумаю, может быть, мы и поднимемся. Но пока мы хотим просто вот с этим прекрасным видом попить чайочек, перекусить. Достаем чайочек, чайничек, плиточку, кружечки. У нас вот тут, видите, это есть штуковина. Осетинский пирог с тыквой. Шикарно. Пять минут. Чайковский готов. Надо только разложить сейчас нам тут стол. А, все раскладывать? Наклоняй. Чикс. Полная трансформейшн салона. Вот, и все. И будем, и будем кушать. Ну, только гляньте, какой у нас асетинский пирог шикарный. Так, смотрите, что подъехало. Таким пирогом. Ну, отодвигай чашки, Артем. Немножко пип-пип. Пицца, амбургер. Пицца. Опа. Все, приятного аппетита. Короче, у нас получается, смотрите, вот за там, короче, где-то Эльбрус. А вот это вот, вот это горы, вот это. И вот она, шапка открылась. Я сейчас приближу. Посмотрите, какая толщина там сугроба. Ни хрена себе. Вот это ледники. И вот это все 4300 с чем-то там метров. Прикиньте. Офигеть. И знаете, что мы подумали, друзья мои? Сюда нужно приезжать осенью, да, прокатиться, но сейчас, знаете, ходить, подниматься. Там очень холодно уже. Даже здесь уже прохладно, градусов 14, наверное. Плюс холодный ветер с гор дует, это трындец. Сюда нужно приезжать вот весной, май, июнь, июль, и реально здесь прям прожить 3 месяца. И весь Кавказ облазить. Вот я думаю, что какое-то путешествие, наверное, может в следующем году, а может через год. Лучше, конечно, в следующем. Сделаем именно такое. Здесь просто нереально круто. Ждали, ждали, распогодятся, нет в итоге, черта с 2. Вообще дождь пошел, короче, начал капать. Нет смысла здесь оставаться, холодно. Вот, на Канадке тоже нет смысла ехать, потому что холодно, у нас нифига нету одежды для этого. Но Эльбрус мы очень хотим увидеть. Поэтому у нас, судя по погоде, у нас, короче, есть день еще, и потом вроде как должно быть солнышко. Вот, но посмотрим, ребята, точно пока не знаю. Мы хотим доехать вот дорогу, вот эту Джилусу, которая самая красивая-красивая, по ней прокатиться. И там есть очень классная смотровая как раз для ночевки. Там, знаю локацию, где можно встать на машине, прям будет вид на Эльбрус, и его прям на рассвете увидеть. Потому что, ну, как правило, к 10-ти, там, к 12-ти, все, там уже он, это, закроется нафиг облаками. Поэтому сейчас мы будем выдвигаться... Куда мы будем выдвигаться? В Пятигорск. В Пятигорск. Вот, будем двигаться в Пятигорск. Там у нас еще и есть Кисловодск. В Кисловодске тоже много чего можно посмотреть. Поэтому, let's go. Вот с такими прекрасными видами на ледник, 4-х тысячник, все, отправляемся туда, в сторону Пятигорска и Кисловодска. Да, палил дождь, короче, вовремя мы выехали. И хорошо, что никуда не пошли гулять по пешим маршрутам. А здесь есть где погулять. Я говорю, сюда надо май, июнь, июль приезжать и пылесосить весь Кавказ, изучать его досконально. Ну, на самом деле, пользуясь случаем, коль мы здесь, и, возможно, нас сейчас из местных отельеров кто-то смотрит, ребятки, вы можете нам написать, мы пока в России, и мы приедем к вам. Короче, договоримся об условиях сотрудничества, расскажем про ваш отель, либо шале, либо что там у вас. Короче, пишите, контакт, куда писать, есть в описании. Да, уж с погодой нам не везет конкретно вообще. Здесь вот 60 километров до Пятигорска, и пара-пара-пам, идет дождина. Просто капец, друзья мои. Не знаю, что за циклон, но реально Кавказ накрыл просто туман. С Арменией за нами тянется все, уже включил все противотуманки, которые возможны. Видимости почти нету, буквально там, я не знаю, 10-15 метров. Дубль-2 вообще. Вот это, да, еще и очень сыро. Дождь, это как бы не дождь, это просто вот какая-то влага такая. Да, в общем. Мы сейчас едем на, значит, стоянку, постараемся там переночевать. Это очень красивая дорога над Джилосу, по-моему, так это называется. И там постараемся поймать, значит, Эльбрус. Наша же цель именно такая была изначально, да, увидеть Эльбрус. Пока его не видели, поэтому, надеюсь, сейчас уже увидим. Вот это виды, друзья. Да, но серпантин здесь конкретный. Я читал про то, что если кто никогда не ездил на серпантинах, охренеет. Вот это 100% так. Кто никогда не ездил, вы реально здесь охренеете. Но, по крайней мере, дорога хорошая. Нужно действительно иметь хорошие тормоза. Это 100%. Вообще хороший опыт. И повнимательнее, потому что отбойники есть, но они не везде. И причем так интересно на поворотах отсутствуют, на опасных поворотах. Ребятки, я уже увидел Эльбрус. Мои не успели. Блин, у меня аж дело мурашками покрылось. Посмотрите. Вот он, впереди, тише, тише. Вот он, вот он, Эльбрус. Вот он. Вот он, красавец. Это одна из его вершин. Их две. Вон они все четырехтысячники повылазили. Блин, как же здесь красиво. Ни хрена себе. И вот, друзья, самая красивая часть дороги начинается. Вот они, хребты, ледники. Вот он, Эльбрус. Но торчит, я так понимаю, это маленькая его макушка. А может, нет. Не знаю. Ладно, сейчас попробуем. Видите, мы сейчас все выше еще поднимаемся. Вот здесь вот накатана дорога. Это вот все смотровые. Посмотрите, какой там вид. Невероятно. Вот он. Блин, завтра мы с утра его обязательно увидим без облаков. Если не замерзнем ночью. Потому что здесь уже 11,5 градусов. Я думаю, ночью здесь будет градусов 5. Мне кажется, гораздо больше. Смотрите. Ой-ой-ой, как там красиво. Это невероятно. Не, ребята, камера вам не передаст этой крутизны, которую мы сейчас наблюдаем. За два месяца это наш третий пятитысячник, который мы наблюдаем. Четвертый. Почему? Арагат с четырехтысячник, Артем. Это просто самая высокая. Арарат? Да. Пятьсто. Так, Азбек тоже будет выше? Конечно. Азбек выше Арарата. Выше Арарата? Да. Вот эта сторона мне четко напоминает Дагестан. Вот это вот была там, посмотрите. Ну а вот это уже Кавказ. Ну все, там просто снег-снега. Вы только гляньте. Вот она, вот она часть дороги, о которой мы мечтали. Папа, Альбрус, так снегом завалили. Да. А если? Мы отворачиваем с трассы, потому что мы хотим, как говорится, переночевать с видом на Эльбрус. Поэтому, опа, опа, ну здесь в принципе нормальная дорога, че уж, вон машина тоже едет оттуда. Ну они все ездят и смотрят вот на эти облака, а мы-то будем ночевать. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ну согласитесь, друзья мои, это очень круто. Ну что, 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 это просто камера. Это невероятно. Наконец-то, наконец-то мечта исполнилась. Единственная. Но нет у меня ничего. Это Эльбрусская собака нас будет охранять. Единственное, что, конечно, он сейчас не открыт. Я очень надеюсь, что на закате он откроется. И мы, ребята, будем ночевать вот с таким вот видом. Смотрите, здесь, да хватит прыгать, пес. Здесь нет никого. Там какая-то штука. Сейчас дети проснутся, мы пойдем прогуляемся. Вот эти четырехтысячники все. Гляньте, какая красивая здесь поляна. Вот здесь вот просто ставишь палатку, да. Либо вот так вот, как мы в бусике. И все. И красота. Здесь, кстати, да собака. Здесь, кстати, кто-то... Да хватит, пес. Хватит, братан. Мясо будет вечером. Подожди. Блин. Кстати, кто-то вот доски оставил. Можно вечерочком, может быть, даже костерчик нам сообразить. Я просто машину оставил там подальше от обрыва. Потому что там так ровненько. И спать будет очень удобно. Я отвечаю, сегодня будет просто самая лучшая вообще ночевка. Я очень надеюсь, что вечером он откроется. А сейчас давайте, ребятки, достанем. Стол. Поставим чай. Блин, как я рад. У нас, короче, здесь есть еда. Сейчас собаке дадим. А то она вытащила у нас уже салфетку. И просто начала есть салфетку. А Роди кричит, нет, не ешь, это наши сопли. Так, сиди. Сиди. Сиди, говорю. Сиди. Стоп. Ждать. Ждать. Сейчас он тебя съест. Сиди. Фу. Фу. Не могу, не могу ждать. Как же я хочу. Фу. 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 Прикиньте, это дворовая собака. Фу. 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 Ешь. Ну, маленькую беру. Вот это красава, пес. Дворовые собачки, красавцы вообще. Я бы такое себе назовела бы. Да? Вкусно? Вкусно, вкусно. Там вот люди тоже мы подъехали. Машинка стояла, видели, да, на кадре? Они подальше отъехали. Видимо, мы их смущаем. Поставили палатку. Значит, мы будем не одни. А мы пока сейчас возьмем себе вот эти вот все досточки, перенесем, чтобы вечером тоже разжечь костерчик. Пока я начинаю раскладываться. Видите, мы здесь все установили. Настенка себе завела хаску. У нас открывается вторая вершина. Вот про что я вам говорил сейчас на закате. Вечером Эльбрус нам покажется. Завтра мы его увидим во всей вообще красе, конечно. А это Мирошка таскает камни. Видите, они здесь лобное место делают. Вот. Надо чуть поближе, чтобы на траву вообще не докасывалось. Прям вот так вот можно. Там в центре. Давайте. Какая умница. Ну, тихо, тихо. Давайте на камеру. Молодец, пес ты такой хороший. Короче, у нас тут такие булки еще есть офигенные с мясом. Мы вот решили одно отдать, потому что она, я смотрю, уже вот этот уголь начала есть. Мы, короче, уже много-то хлеба скормили. Садись. Садись. Посмотрите, какая умная. Сиди. Сиди. Садись. Моя девочка. Все, кушай. Моя девочка. Да мы не заберем у тебя. Ты чего? Ну да, потрясающе. Блин, знали бы мы, что здесь такая собака. Мы бы купили много еды. Она вообще сейчас тут сделает. Что ты здесь делаешь? Ты никого не делаешь. Подруга. Нет, если... Сейчас мы макароны сварим тебе еще макароны. Мы бы покидывали еды, да, вообще эти дни. Если бы знали, я бы на него оставила. Ааа, вершина открылась. Ааа, нафигенно. Ааа, получается, левая вершина. Это большая, а правая меньше. Видишь? Правая, это меньше вершины. Офигеть. О, смотрите, какие у меня мурашки. Вот здесь можно вообще проораться, на самом деле. Мироша, давай. Ну понятно, это свои какие-то вообще приколы. Невероятно, друзья мои, невероятно. Вот сейчас на закате, блин, я не могу просто передать эмоции. И вот эти все четырехтысячники. Вау. Солнце пока светит. Нам хорошо. Но ночью, я уверен, спать будет холодно. Да, у нас, короче, есть обогрев. Но в любом случае, мы еще дополнительно утепляем стекла. Потому что от стекол будет однозначно идти. У нас есть вот такие вот всякие теплые одеялки. Вот на этой стороне мы вот так вот полностью все занавешиваем. Ну перед, понятно, да, мы уже так давно занавешиваем. Оставляем, значит, водительское сидение мое свободное. Ну на случай, если вдруг что там, сразу прыгнуть и газ в пол, как говорится. Вот, сейчас буду вам демонстрировать, как все это дело мы, значит, делаем. У нас здесь штатные шторки есть. Но они чисто от солнца. А нам нужно тепло. В общем, у нас вот так вот получается такое утепление. По-колхозному, конечно. Но и ладно, мы все-таки всегда в теплых краях ночевали. Теперь мы берем коляску. И вот так ее сюда вот. Теперь роняем сидушки. Ну и, собственно, когда мы сидушки положили, мы ложим наш йога-ковричек. И здесь получается ровная кровать. Сейчас стелим и показываю финал. Ну и, собственно, друзья, вот такая вот у нас огромная постель получается, где нам спать абсолютно комфортно. Просто есть такие зрители, возможно, это вы, которые нам пишут, блин, как вообще можно помещаться, как там можно спать. Ребята, вы поймите, что эта машина-палатка, она дает колоссальные возможности вот так вот останавливаться и просыпаться и засыпать с видом на Эльбрус. Вам здесь никто не даст, никто не даст такой возможности, как палатка, как вот ребята установили, и как вот такие вот бусы, ну, либо там автодома там и так далее, и тому подобное. Поэтому наши путешествия, это вот такие автомобильные, потому что это невероятный кайф. Ну, вы просто посмотрите, это самые счастливые дети на планете Земля. С видом на Эльбрус. Вот так вот. И старшая, с какой-то горной собакой, которая утащила у нас тарелку, куда мы хотим положить еду. Артём, как вам? Классно, ещё мы играем с зомби-пукалом. Нифига ты, меня бортануло. Ты куда тарелку утащила? И мы сидим, и на стенке правильно говорит, Славян говорит, когда мы последний раз были в полной тишине, только вот этот шум ветра. Даже здесь не слышно ветра. Дети бегают, кричат, и этот шум просто расходится на Эльбрус. Запах сена. Отмороженная горная собака. Она офигенная. Она офигенная, да. Она ушла. Это потрясающе. И вот мы, видите, не просто так, мы три дня, короче, мучились. В эту пасмурную погоду мы сюда не ехали. Мы ждали, когда будет солнце, чтобы вот так вот приехать на эту точку и переночевать с видом на Эльбрус. И осталось ещё одна цель закрыть, это проснуться завтра с видом на Эльбрус, когда не будет вообще облаков. Он будет вот такой вот, прям вот как он должен быть. Блин, господи, такой... Ка-е-ф. Какая ты умница, я тебя обожаю. Я тебя обожаю. Кстати, эту локацию мы оставим в нашем телеграм-канале. Так что, друзья мои, подписывайтесь и забирайте эту локацию, чтобы вы могли приехать сюда и также переночевать с палаточкой либо в бусте. Да просто в тачке матрас, господи, киньте. Потому что вот это... Это нереально, ребята! Ни один отель вам этого не даст. Никогда. И когда вы здесь переночуете, вы вступите в ряды вот этих вот несчастных людей. В которых не помыться негде. Спать неудобно. Да. Собачкин с видом на Эльбрус. Делаем массаж. Видишь, вот так подними, подними. Смотри, какие зубки у меня. Они кайфуют. Они кайфуют. Мне нравится массаж. Господи, я мраю. Смотри, сколько пыли. Смотри. У меня не только пыль, у меня еще и шерстный. Рупа! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дело-то на самом деле к закату Эльбрус вообще нахрен закрылся Мы очень вовремя приехали Кстати, видите, мы еще и выше облаков Видите, как там лежат И с той стороны тоже лежат облака Песер ждет еду Блин, ну мы его на самом деле накормили Наиграли с ним как следует Ужин уже готовим У нас сегодня будет паста Паста с индейкой Две плитки заряжаем Для того, чтобы нам не ждать Так, все, грейся Вот у нас, видите, как все четко Сейчас здесь водичка для макаронов Здесь мяско уже жарится Здесь населенка чистит морковочку Сейчас я ее нашимкую быстренько Собачка уже съела два куска сырого мяса Так, давай, жди Ждать, ждать Давай Поливаем, поливаем Ну, видите, какая у нас красотища Запекается Да, сейчас еще когда стемнеет Мы разведем костерчик Будем здесь сидеть И наслаждаться Блин, посмотрите, как наш Выглядит круто кемп Вообще И вот так вот просто Опа Сидом на ребрус Ага Ага На закате резко холодеет Да, холодеет Просто Быстро, быстро хаваем Быстро Опа Вау, гречная лапша Как классно Как классно А если масло, как минут сливочное Будет вообще шар Сделал камеру На таймлапс Вон там вот в поле Слушайте, даже и не видно штатив Короче Как он снимает На камере А, вот, немножко видно Короче, сейчас я вам включу Закат Не, ну здесь будет хорошо, свежевая Просто пушка Автом, песня Даже пару же изо рта, кстати, идет Так, слили Чикс Запусти Ооо, стряхивай обратно Гречневая лапша Давно не ели гречневая Ага Вообще сто лет уже не ели Ну, уже Ну Так И все, давай мяско сюда А еще у меня твой нос Давай, подкидывай Это тоже готово, да? Да, оно готово И с длинночком будет Давай Стою Ооо С мясом Мироша будем кушать Ха-ха-ха Мироша хочет кушать Ну, как вам закат? Пишите в комментариях А мы упаковались Утеплились Просто Потому что Солнце село Все, короче Триндец Дубак Нереальный Ну, как дубак? Я не знаю Ну, градусов 7 может Просто на высоте Они ощущаются Конкретно А вот она Луна Прикиньте Смотрите, как красиво У нас тут Ребята Вот он Эльбрус Он открылся Полностью на закате Вот Ради чего Точно Стоит здесь Переночевать Ребята Вот это Кайф Вот так вот Мы говорим вам Спокойной Ночи И отправляемся Спать Субтитры СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот это красота там. Вот это да. Охренеть. И как красиво он начинает подсвечиваться солнцем. Солнца-то еще нету. Вон парни, которые тоже были с нами вчера, проснулись все. Ну вот это самое прекрасное время. Надо просыпаться всем. Я вышел из машины. Посмотрите, что здесь. Здесь воздушный шар. Сейчас будут запускать, прикиньте. Нифига себе. Сейчас полетит. Ой, холодно, конечно. Но от этого стоит. Это, короче, просто это лучшее, что могло с нами случиться. Ребята, я вам серьезно говорю. Посмотрите, как мы проснулись. Это Эльбрус. Охренеть. Вот это да. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, все что мы хотели, мы увидели. Даже немножко Каппадокию, да? Правда, с видом на Эльбрус. Ой, родик себе собачку опять нашел. Только уже другую. Прикиньте, время 6.30, и над Эльбрусом стали появляться первые облака. Я думаю, еще час, и он начнет закрываться. Да? Песель, как ты думаешь? Ну давайте за то, что у нас получилось, увидите Эльбрус! Динь-динь! Все, друзья мои, мы собрались. Все, видите, в машине уже все убрано. Мы готовы стартовать, выезжать. Что хочу сказать еще вдобавок к этому выпуску. Ночью мы просыпались. Короче, я не стал Носенке сначала это говорить, потом Носенка мне сказала свои ощущения, что когда мы спали, и у меня и у Носенки была такая тема, было очень сложно дышать. Прикиньте, как-то и Нос забивался, и прям не хватает воздуха. На самом деле здесь высота 2400. В принципе, это же не так-то много, чтобы не хватало воздуха. Хотя, возможно, это из-за того, что вот тут вот, я сейчас прикреплю вам фотку, посмотрите, остальные увидите в телеге. Вот так вот все полностью было в облаках, вот прям вот до вот этого вот подножия. Что, Мироша? Пойдем смотреть скорее, пойдем. И смысл в чем? То, что... Ну хорошо, хорошо, иди, иди, я же иду с тобой. В общем, ребятки, и в завершение еще этого выпуска хочу сказать, что обязательно приедьте сюда. Напоминаю, что эту локацию мы оставим в нашем телеграм-канале. Обязательно приезжайте, ставьте палаточку, либо вот так вот в машинке. Ночуйте, просыпайтесь с этим потрясающим видом на Эльбрус, ведь вам никто не даст такой прекрасный вид. О, Мирошка, давай, поднимай их скорее, спасай. Ставьте лайкосики, если не поставили в самом начале. Пишите комментарии, ребятки, делайте репосты в социальные сети. У нас это получилось, мы увидели и вам открыли классную стоянку. До нового выпуска, друзья мои. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok